Мы продолжаем наш урок у Таня из самого начала. Мы на четвертый и заключительный урок, четвертый главе. И поскольку у нас было три урока и много насыщенная тема, я попытаюсь сейчас делать какой-то свод того, что мы учились. Мы учили, что Божественная Душа есть три одеяния, так называемые ее собственной способности, силе. Они не называются силе, как называли, например, десять атрибутов. Хохмубинодас, разум, или хэсэдгвурат и фэрэс, любви, ненависть, страх, которые мы говорили в третьей главе. Вот это называется в хэсэдгут, вот этих десять качествами называется в хэсэдгут силой. В четвертой главе мы учим, что у душа есть еще три способности, которые мы не назовем силой, а назовем их одеянием. Почему они одеяния? Потому что они как будто бы как инструмент для реализации силы. То есть силы, десять силой, которые мы о них учили в третьей главе, должны реализовать себя в жизни, воплощать себя в жизни. Хохмубинодас должны реализовать в учении. Хэсэдгвурат и фэрэс должны реализовать чувства, должны реализовать себя в жизни, в действиях. И поэтому они должны иметь инструмент, набор инструментов, который будет их реализовать. Это есть одеяние. Поэтому они называются одеянием и не силой. Потому что они по себе не несут никакого суть. У них нету свойства, нету определенной линии. Или по-другому, они пустые из идеологии. Они инструменты. Как молоток не имеет идеологии. Если я возьму молотком и забью гвоздь, он будет забывать гвоздь. А если я возьму молотком и буду сбывать с ним орехами, то он будет сбывать орехами. У него нету идеологии. Он не откажет от чего-то либо. Он может не подходить, но не откажется. Та же самая. Мисль. Это инструмент. Инструмент к чему? Обрабатывать знания. Связать между логикой и способностью понять, способностью учиться к тому, что надо учиться. Это двух вещей. Та же самая. Мисль помогает меня собрать мыслами после волны чувств. Волна чувств разносит меня в жизни. А мыслы я собираю себе через мыслы. Я перевожу чувства на мир слов. Мыслы. Но он по себе не имеет идеологии. Речь тоже самая. Я могу говорить глупость. Мы можем говорить о чувствах. Говорит о глупости. Или говорит о мудрости. Это способности набирать слов и говорить их. И так же самые действия. Действия. Это, конечно, инструмент. Махать руками. Ходить ногами. И так далее. Это инструмент. К этому было объяснение первой части главы. Второй части главы объясняет нам Альтеребе, что есть большое преимущество кодеяния над силой. И не просто над силой, а над самой душой. Ведь сама душа, это не ее силой. У душа есть силы. Но это не она. Кто она такая? Часть в совершенной. Она кто такая? Часть в совершенной. И одеяние имеет преимущество даже над нее. Как так? Потому что только благодаря одеянию я могу учить Тору. Только благодаря одеянию я могу выполнять заповеди. А Тору является мудрость Всевышнему, самой Всевышнему. А заповедь является желание самой Всевышнему. И благодаря выбрали заповеди и учению Тору я связываю с собой, моей душой со Всевышнему. Без одеяния это невозможно. Поэтому есть преимущество. Третий час мы объяснили. Мы углубили понимание, что это означает связаться со Всевышнему через его учение Тору и заповеди. Учение Тору мы объяснили, что это самой мудрость Всевышнему. Того, что она видоизменяла. И она теперь говорит о законе поделения земли или какой-то проблеме с животным, которое ударило другой животным. Это видоизменение святая Тору, как она выглядит. О чем она говорит, когда она находится в Верхнем Мире, где земли еще нет. И бык не ударил другого быка. Но тем не менее, это только видоизменения. Но внутри есть мудрость Всевышнему, который, когда я благодаря мысли и речи произношу учение Тору и подумаю о учении Тору, и моя, благодаря мысли и речи, моя внутренней силой будут способны понять ее, также благодаря моей руке, моей рук и ног, благодаря мой рот, да, и слух, и нос, я способен выполнять 613 заповедей. Каждого из них и заповеди – это желание лично Всевышнего. Он хотел. И когда я выполняю, я связываю себе со Всевышним. Поэтому есть огромное преимущество именно одеяния над всего. И поэтому говорили мудрецов, Лучше. Один час. Один час – это не 60 минут. Один час – это чуть время. Часто – это время. Чуть время. Свепольнение заповеди и раскаяния в наш мир, чем вес жизни в будущий мир, в раю. Нам надо понять, что это за слова. Рассказано, что Аль-Таребе однажды после нескольких месяцев обучения с его друг и хавруса. Хавруса – это друг для обучения в Хасидуте, Каббале, его друг называли тогда раби Аврогом, хамалах – ангел. Он был сын магида из Мезрича. Он был сватой человеком. Они решили, что им нужно создать себе условия на объединение своих мыслей с великую божественность, настолько, что душа не захочет больше соединиться в своих телах, и вернешься обратно к Авсавишнему. Они кружили себе в круг, они рисовали просто на земле круг ограничений, вошли внутрь и начали. Посередина, когда Аль-Таребе чувствовал, что вот-вот-вот-вот-вот, и душа полетела, он прыгнул из этого круга и начал мешать своего друга. Вдруг, конечно, отвлеклись, он вышел и говорит, что такое? Я понял. Не для этого Авсавишнему нас создал. Авсавишнему нас создал для того, что мы будем жить в этом мире и не покидать ее. И написано, что они пошли для того, чтобы укрепить связь между своих тела и душа. Они купили бейгл, булечка, помазанная с маслом. Сегодня это как-то, ну, бедные так кушают. Это считается, как это минималка, да? Но, тем не менее, для них это было огромное богатство и наслаждение. Когда мы говорим о этого мира и мир в раю, мир в раю, для чего он создан? Рай, для чего он нужен? Вознагождение. Вознагождение души за их служба перед Всевышним в этом мир. Оплата, только если ты не живешь в каком-то бывшей советской стране, должна соответствовать труда. Советский Союз оплатил людей не деньгами и преимущества, а медаль. А в нормальной стране грамоты и медали, да. А в нормальной просто оплачивает достойные деньги для того, чтобы человек почувствует, что да, труд стоил того. Трудиться было за что? То есть, если мы говорим, что Всевышний создал рай для того, чтобы расплатиться с нами за нашим трудом, нашим трудом в этом мире. То есть, рай должен поистине соответствовать нашим трудом. И действительно, так оно и есть. Так как можно сказать, что один час жизни в этом мире гораздо, гораздо достоин и дороже, чем вес жизни в раю? Как это так? Это, ну, это нелогично. Вообще нелогично. И действительно, мы встречаем несколько интересных эпизодов у мудрецов, которые рассказали о раю. Один из них рассказано, что в трактат, в трактат, а вот, если я не ошибаюсь, что один из мудрецов, Мишиный, умер, поднялся, не умер, а уснул, и подняла, подняла его душа в раю, и там он встречал своего отца. А отец расплакался и смеялся. Говорит ему, папа, почему ты расплакался? Он говорит, потому что ты скоро придешь к нам. А почему ты рассмеялся? Говорит, потому что ты у нас очень важный человек. Он говорит, папа, расскажи мне, пожалуйста, что какая удивительная виши есть в раю, который мы, жители земли, не знаем. Говорит ему отцу, слушайте внимательно, у нас все наоборот. всех, которые считаются важны в вашем мире, у нас считаются маленькие, неважные, неуважаемые, неавторитетные. А всех, которые у вас унижены и неавторитетны, здесь они очень авторитетны. то есть понимаете, почему я ревностно отношусь к вам? Представляю, все считают, что я получу что-то хорошо, я получу обжалу. то есть что такое рань? Я не заканчиваю там этого беседа. То есть, расскажу еще один очень интересный историю. Рабзуши за неполе однажды зимой перед субботой ехал в каком-то город, еврейский город. Было снегопад, очень тяжелая погода, но это было под летом, и поэтому уже льда была такая хрупкая, ехать, сократить дорогу через реку было опасно. Тогда было привычно съехать на рейку и просто ехать на льда зима. А это было уже опасно. Но тем не менее, в субботу вот-вот, погода навалилась, снег, было очень тяжело ехать, они боялись опоздать к субботу, поэтому извозчик решил сократить дорогу, взяться на себе, они вошли в рейку, на льду начали кататься быстро, и обвалился. Обвалился, что сразу начинает тонуть, тяжелая часть, карета, начинает тонуть. Карета сидел, обзушит, естественно, он пел в тону. И как вы знаете, когда ломает этого льда, что надо делать, отойти от пролома, потому что они начинают тоже. Из вошек был очень ответственный человек, он прыгал внутри, таскал Робзуша, бросил его далеко из пролома, и сам тонул вниз. Ну, конечно, услышали крик, мы видели где-то издалека, из города, пришли, спасли Робзуша из этого ситуации, но извозчик уже. Спасать было никак. И вот так, тяжелое чувство, что он потерял близкого человека, он зашел в синагогу в пятницу вечером, положил голову на руках, на столе, и людей не смели начинать молитву без него. Спустя несколько часов он поднял голову и начал молиться. В трапезе спросили Робзуша что с извозчиком. Он говорит, я мой извозчик нашел и вытащил его из ада. То есть он свои способности объяснил, кому надо было объяснить в суда небесные судьи, вытащить его из ада, что не надо его положить. спросили его хасидов, а в рай он попался? Нет, невозможно. Почему невозможно? Моего, он говорит, извозчик никогда ничего не учился. Для него рай не нужен. Сейчас объясним, что это такое. А что делали? Создали его мир иллюзия в небесах. В качестве вознаграждения. Это максимум, что могли добавить. Мир иллюзия. Он получил самая крутая карета, самый мощный лошадь, самая ровная красивая дорожка, и он катается. что такое рай? Рай это вознаграждение не физическое. Рай это место, где душа пропитывает святость Всевышнему. Как она пропитывает? Она пропитывает через двум я силами. заповеди, которые она выполняла и учение Тору, которое она учила. Заповеди перевращаются над душой как одеяния, как одежда. Одежда. мы заповеди не выполняем внутри себе, а собой делаем, одеваем тфилин над собой. Мы зузы укрепили на козыках двери, не внутри себе, да? Поэтому они окружают нас, и это является наше деяние. Окей? Учение Тору объединяется с нами. Что учился, то и будешь учиться весь время нахождения в раю, но только в максимальном уровне святости, который твоя душа способна достучать. И тут уровень разный. Простые евреи учат это на высоком уровне в своих способностях, а великих мудрецов и великих праведников видят это совершенно по-другому. По своих способностях. любого еврея, как говорят мудрецов, наполненный заповедь как гранат. Каждый человек выполняет заповедь. Помогает другом, молится утром, одевает филин, соблюдает кашу, соблюдает субботу. Каждый доступный много заповедей. Поэтому одеяния такие, никакие есть у каждого. А учение Тору через чего пропитывает душа внутри раю, это зависит только от нашей труда в учении Тору. Но это означает, что благодаря того, что я делал тут, я получу там нависшие фразы больше, чем я выполнял здесь. То есть одевание тфилин выглядело меня в таком-то уровне святости, я раскрыл себе здесь, а в раю я раскрою одевание тфилин в тысячу раз больше. Но тфилин, который я одевал здесь, не там, здесь. Вот, отрева Тальмуда, который я учился здесь, и понял сколько мог, в тысячу кратных разы я его увижу и пойму в тысячу раз лучше. И буду наслаждаться моим пониманием, но который я учился здесь. Поэтому говорят мудрецов, что один част в этом мире, стоит дороже намного, чем много лет в раю. Почему? Здесь я делаю накопление. Если я пойду сюда бедный, накопления нет. Это простое объяснение слова мудрецов. Хасидут глубокая часть Тору объясняет это совершенно по-другому и намного глубже. Как мы объясняем это здесь? Здесь когда я выполняю заповедь, я выполняю желание Всевышнего. Я связываю себя со Всевышним. Когда я учусь здесь Тору, я выполняю заповедь учения Тору здесь и понимаю заново и заново мудрость Всевышнего. когда я иду в раю, это нет. Я не могу выполнять заповедь, то есть я не могу связывать себе больше со Всевышним. Что есть? Майя функция, которая делает одеяние. Одеяние связывает мне с Богом, с мой Бог, с мой Творец. Это в раю нет. Поэтому один час выполнения заповедей здесь дороже намного, чем любое время в раю, потому что там это связь с Богом нет. Теперь почитай. Ки. Почему это дороже? Ой лом хабо будущий мир в раю ушен неганин мизи вашхино это наслаждать и свято шхина шху тайну гаасогу который воплощается и выглядит через наслаждение достижения понимания. В И. Эф. Шумнивго ни одного из сотворенных афилом айлиэйнем даже великих сотворенных например мы праведники ласиг пастичь ки им азо и хеорам ой рашэм анимогут панят толка част святост 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 шхина но достичь и удержать творцу самой нельзя это понять ким ким кашэр тфисо у мисла бешет свято и мит свято когда можно достичь и держать объединяться уединяться со святошному через выполнение заповеди и учение тору и тогда я зай мисла бешет баку дож буху мамищ и тогда мы объединяемся с самой святошному самой творцу как мы уже учили что всевятошному и тору и заповеди одни говорит треб все очень понятно но конце концов когда я выполняю заповедь филин а я не вижу там всевятошному я вижу там коробки когда я кушаю кушаю физически кушаю в субботу вкусный черный или кугли или гефильтофиш тут нет всевятошного тут есть гефильтофиш тут есть чон когда я одеваю цицит там шерсть на мне я не вижу всевятошного я это не вижу в раю вижу здесь не вижу когда я учусь о поделении земли или соблюдении субботу я учусь о земле и ее закон разделения я не вижу всевятошного а в раю вижу получается говорит человек хорошо что вы говорите что я объединяюсь со всевятошным когда я выполняю его желание но это же не чисто его желание она это желание воплошало плоть который выглядит филин или мудрость который выглядит сейчас земля то есть это не всевышны понимаете говорит рябин не не ошибайтесь это четко как увидите любимый человек брат который не видели годами вы ждете его в аэропорту он выходит из терминала и падаете друг на другу и обнимаетесь вы не говорите ему слушай снимай тебе шубу снимай тебе рубашку я хочу чувствовать тебя нет потому что шуба это не он шуба это всего лишь одежда над него кто тот который обнимал какая разница что он надетый над себе он внутри это он не другой твилин это бог того что это одетая вигля это это желание одетая коробки твилин не уменьшиваются то факт который внутри это бог это желание всевышний чонт это бог это желание всевышний наслаждаться в субботу учение тору поделение земли это бог просто есть обложка такая одежда которая она одетой который называется поделение земли но внутри этого есть всевышний ваше оттойро не слаб шо бедвогим тактойным гашмин несмотря что тору который обучает нас она одевала себе в низко обычные какие-то примеры в земле в животных всяких разных в ситуации человеческих это как будто я обнимаю королом нет никакого разницы в наше уединение и объединение с королом между тем что этого корола одетый в нижнее белье минимальная одежда к тому что он надетый в полный полный наряд разница никакая махар шегув амелех бесы поскольку что внутри корол корол одевает корол обнимает в хенем амелех бхабко без рой так же если королом просто откидывает себе руки как любезная даже если эта рука одетая в разных костюмах не имеет никакого разницы внутри это есть король так написано когда мы учим тору все вишна и нас обнимает подружески с правой рукой это она она и тора которая была дана нам в правой что она воплощает атрибут хесед божественный, как вода, как мы учили Ганч. Эта глава была посвящена следующий урок мы будем изучать глубже. Одна ступенька глубже. Эта ступенька называется учение Тору. Учение Тору, которое происходит через мысли и разум делает объединение с Богом намного больше, чем вопроление заповедей. Не только потому, что это как питание, как мы учили раньше, а потому, что есть там объединение, видообъединение, которое отсутствует в любой вид другого в нашей материальной жизни.